Я живу в Горловке, Никитовский район, поселок Зайцево. 23 апреля утром я собирался выйти во двор, открыл входную дверь, а этой рукой толкнул. В этот момент прозвучал взрыв. Я глянул, откуда оно все, я не ожидал этого всего. И увидел, отчетливо увидел растяжку на дверях дома. Саму гранату я не видел, она была на наружной створке, а видел концевик. Концевик был запущен за рукоятку и закручен. Где-то спустя пару секунд, не более, прозвучал второй взрыв, более сильный, чем первый. Меня развернуло на 90 градусов. И ударной волной вложила обратно в коридор. Я пролежал в таком состоянии, оглушило меня здорово, я собственного голоса не слышал. В таком состоянии пролежал минут пять. Потом начал пытаться подниматься. Поднялся, смотрю, нету двух пальцев. Вот это вот то, что осталось от указательного пальца. А среднего пальца вообще не было. Увидел кровь, увидел, что нету пальцев, и решил зайти обратно в комнату. Мобильник там остался. Думаю, надо же вызвать скорую помощь. Зашел, взял мобильник, начал набирать на клавиатуре номер скорой помощи. А с этой руки кровь льется ручьем прямо на клавиатуру. Я смотрю уже, я же не смогу. Клавиатура залита кровью, я не смогу просто вызвать скорую помощь. Тогда я мобильник положил в карман и вышел во двор. Думаю, пойду к соседям, попрошу, чтобы соседи вызвали уже скорую помощь. А то я выбрался туда к соседке, достучался, докричался туда. Вот они выходят, я говорю, подорвали меня, вызовите скорую помощь. Они завели меня во двор, перевязали жгут, наложили. Вот, вызвали скорую. Ну, скорая приехала где-то минут через 10-15, быстро. И меня забрали в больницу, в травматологию. Довезли быстро. Вот, там тоже из машины меня сразу на каталку, с каталки грузовой лифт. И потом я смотрю уже операционные, уже эти прожекторы. Вот, и сразу немедленно операция. Получаете какую-то материальную помощь по вот этому ранению? Ну, пока я не получаю, я только оформляю документы. Я был у судмедэксперта. Вот, они осмотрели меня. Вот, все документально оформили. Вот, а теперь они затребовали в травматологии, затребовали аналог истории болезни. Ну, сказали по срокам, где-то через неделю они должны этот оригинал, оригинал истории болезни получить. Вот, и потом на основании вот этих двух документов уже составить то, что мне надо. Вот, а я обращался в Донецке, в эту, в пенсионный фонд областной. Вот, мне сказали, какие документы надо для этого. И я вот это вот занимаюсь. В общем, через недельку я поеду. Опять уже должно быть все готово. Когда приехал следователь ко мне в больницу, где-то суток 10 спустя, наверное, вот, первый вопрос, который он задал, у вас были конфликты с соседями? Я говорю, да нет, таких конфликтов не было. Вот, жили мы достаточно мирно. Вот, и следователь сразу сделал вывод. Это, говорит, значит, диверсанты. Свои же, говорит, не будут цеплять растяжку на двери дома. Ну, в принципе, я с ним согласился. Спасибо. Спасибо.